Если говорить о пиковом каком-то моменте для iMesh, это компания-бизнес, который в каких вообще единицах измерялся? Это миллионы долларов, десятки миллионов, сотни? На протяжении всей жизни компании, которая закрылась буквально, последние отростки этой компании закрылись буквально в этом году. Отростки и разростки, да. А если говорим о суммах, то это было за все эти годы, это сотни миллионов. Собственно, заработки этой компании позволили вкладывать в какие-то другие, в разработку каких-то других продуктов. Уже через несколько лет после существования компании мы начали думать про другие продукты и начали их потихоньку выпускать. То есть у нас, кроме iMesh, компания имела еще несколько продуктов, тоже вещи, которые можно было сгрузить на свою PC, которая монетизировалась примерно так же. Не все из них были связаны с музыкой, некоторые из них это были покупки вообще других компаний с их продуктами. Но вот компания так развивалась вширь потихоньку. То есть это такой холдинг, я не знаю, может быть, это был очень прагматический и оппортунистский холдинг на тот момент. Да, 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 абсолютно. И из него же родилась идея сделать мессенджер. Да. Ну, как бы внутри него и из него. Тогда только еще никто это не называл мессенджер. Еще не было, в принципе, слова мессенджер. Не было слова мессенджер. Нет. Был, ну, подожди, был... И опять же, учитывая то, что начиная Viber мы начинали только со звонков, там даже не было сообщений, то тоже назвать это мессенджер на первый момент было достаточно сложно. Вообще, в то время ведь что было? Был ICQ. Уже был он там в 90-е. И тоже в Израиле появился. И тоже в Израиле ведь появился. Был Skype. Был Skype. На который все жаловались, потому что было страшно неудобно и непонятно, где за деньги, где бесплатно. И, собственно, все. Не совсем. На тот момент уже появился WhatsApp. Мне кажется, ну, только-только появился. Только-только. Только-только. Слушай, и кому принадлежала идея, собственно, делать звонки вот эти? Почему вообще вы решились не заняться? Почему именно звонки? Почему заняться именно этим? Ну, потому что мы хотели сделать что-то, что будет работать на телефоне. Айфон же уже был? Да, айфон уже был. Ну, такой, как сказать, вот с таким экранчиком? Ну, вот такие, да, старенькие айфоны, да. Айфон уже был, на нем уже можно было делать apps и можно было ставить их на телефон. Дальше сработало несколько идей. Во-первых, то, что мой партнер Тальмон тогда очень активно перемещался по миру. И проблема со звонов каких-то у нас стояла всегда очень сильно. И это всегда было очень больно, очень неудобно, неприятно. Скайп, какие-то другие войп решения. И поэтому вот эта вот боль, она была нам очень близка, ежедневно близка. И при этом мы увидели, что на мобильном телефоне все это можно решить довольно просто. Гораздо проще. Это особенность платформы именно? Это особенность использования телефонного номера в качестве этого его идентификатора и не изобретания всяческих других вариантов, как, например, в Скайпе. То есть Скайп, почему Скайп сложен? Нужно было знать юзернейм человека, которому тебе нужно позвонить. Нужно добавить его в контакты. Нужно знать онлайн он или не онлайн. И перед этим с ним договориться и потом уже позвонить. И при этом технология уже разрешала сделать это все гораздо проще. И вот мы попробовали. А инновация была именно в том, что идентификатор человека – это номер. Да, мы первые, кто попробовали объединить войп, то есть звонки, с идентификацией по номеру и по контакт-листу. Мне кажется, в какой-то момент еще была попытка сделать платными звонки через вот эти 3G и вот это вот. То есть я имею в виду, что операторы поняли в какой-то момент, что их обходят на повороте и что можно звонить не через них, не через роуминг, а можно звонить как-то по-хитрому и по-другому. Были такие попытки неоднократно со стороны операторов, потому что операторы видели, что их основные ревенюз, которые были минуты звонков и смски, они просто уходят куда-то. Они при этом даже не создавали никаких ревенюз и тем компаниям куда они уходили. Потому что на тот момент ни WhatsApp, ни Viber ничего не зарабатывали на этом. Да, пытались, но это слишком сложно. Что интересно, то есть если ту компанию первую изначально вы делали, так сказать, очень оппортунистически для денег, то история вот с этими звонками, она была какая-то наоборот такая человеколюбивая и совершенно бесплатная. Я считаю, что первая история была очень человеколюбивая и совершенно бесплатная, потому что она была про то, что как я могу получить свою музыку бесплатно или свои фильмы. То есть она была в принципе построена на той же идее. Давайте дадим людям доступ к чему-то, что было до сих пор платно, и давайте дадим им бесплатный доступ. Ну, помучаться с рекламой. Это всегда работает. Мы старались не особо мучить людей рекламой, но в принципе очень удобно людям давать за бесплатно что-то, что до сих пор было платным. Люди обычно тянутся как-то. Первый вы сделали первый апп для айфона? Да. Просто провели первый звонок, а дальше сделали приложение или какую-то вложились в рекламу? Мы не вкладывались ни в какую рекламу абсолютно. То есть это word of mouth? Да, word of mouth. Это было интересно. Мы сделали, конечно, много первых звонков между нами и решили, что так как мы еще не знаем, как оно в целом пойдет, неплохо было запустить бы это на какой-то ограниченной аудитории. Но так как в тот момент было очень трудно ограничить аудиторию в App Store с механизмами распределения аппликаций, мы решили, что нашей ограниченной аудиторией на этот раз будет весь Израиль. То есть мы откроем Viber, но откроем его только на Израиль и посмотрим, как оно пойдет. А через магазин можно ограничить страну? Да, можно было ограничить уже тогда, можно было и сейчас, конечно, но уже тогда можно было ограничить страну. И мы ограничили Viber только на Израиль и решили запустить его. Это было как раз вот в декабре, за несколько дней до моего дня рождения. И мы решили, что запуск в Израиль даст нам совершенно спокойно, потихоньку, посмотреть, как оно работает. Но, к сожалению, вот как раз мой день рождения, это был первый день, когда у нас из-за излишней нагрузки упали сервера. Потому что выяснилось, что люди очень быстро рассказывают про Viber друг к другу. И у нас, если в первый день было там сотни человек, во второй уже тысяча, потом уже было пять-десять тысяч. И через несколько дней мы поняли, что если мы хотим контролировать вообще этот процесс, нужно просто открываться на весь мир и посмотрим, что будет. Вы не ожидали вообще ничего такого? Вообще. Так, с самого начала нет, не ожидали. Так это же тот самый вообще нетворкинг-эффект, о котором грезит просто та самая кривая экспонента, о которой вообще там инвесторы с ума сходят, ищут пожарные, ищут милиции, а у вас так как будто бы случайно получилось. Да, ну не случайно, просто сделали правильный продукт, который людям на тот момент был нужен. И это самый основной секрет. Выйти с тем продуктом, которым люди будут пользоваться и который им нужен. Ну, то есть угадали буквально не ожидая. Но ведь для того, чтобы поддерживать этот продукт, нужна куча денег в серверы вкладывать, иначе действительно это все падает. Куча денег не нужна, но нужно достаточно много денег. И что самое интересное, то есть, например, какой самый, как ты думаешь, какой самая большая статья расходная была в Вайбере? Ну, серверы или программисты? Нет. Посылка смс для верификации номера. Ничего себе. Да. Их просто столько. И каждый месяц добавлялись столько людей. И стольким людям нужно было посылать смс-ку, что даже учитывая, что смс-ка стоит сама по себе не очень дорого, все равно была основная статья. А это вот этот самый код? Вот этот самый подтвердительный код, да. А вы уже сделали сразу компанию отдельную? Или это в iMesh жило какое-то время? На тот момент, когда это началось, это было еще частью компании iMesh. Но когда уже мы увидели, что количество пользователей переходит уже за первый миллион, то мы поняли, что нужно отделять это в отдельную компанию. А первый миллион за сколько долетело до него? Ой, я даже не помню, но это как-то было очень быстро, то есть буквально там несколько месяцев. И это уже было по всему миру? Да. А в какой момент вы поняли, что нужно делать не только звонки, но и вот эти текст-месседжи? Мы поняли это с самого начала. Мы это поняли с самого начала, но мы понимали, что у нас займет время разработать эту функциональность, чтобы она работала более-менее нормально. И решили с самого начала первую версию выпустить со звонками. Глядя назад, это, наверное, была самая большая ошибка, которую мы сделали в компании Viber. А почему ты считаешь, что это ошибка? Потому что когда аппликация вышла, люди видели ее и понимали, для чего она. Люди понимали, что Viber – это для того, чтобы звонить друзьям по всему миру бесплатно. И это понимание осталось с ними еще надолго. Уже даже после того, как мы добавили сообщение, люди все равно еще считали, что Viber – это только для звонков. И добиться того, чтобы Viber стал полноценным мессенджером, еще и в головах у его пользователей – это то, что заняло время. Но потенциал в тексте, как ни странно, гораздо больше, чем в звонках. Гораздо больше, конечно. Потому что написать короткое сообщение можно из любого положения, а звонить – нет. Надо сказать, что когда мы Viber еще только начинали, и все это начиналось вместе с началом вот этих вот замечательных штучек, которые мы сейчас держим в руках, все-таки тогда звонки еще были, ну, как бы наравне с сообщениями или даже больше, чем сообщения. Сейчас, конечно, об этом уже нечего говорить. Мы почти не звоним. Мне кажется, немножко зависит еще от страны. Я заметила, что просто в Израиле звонят тотально больше, чем, например, в России. Да, не знаю. Мне не очень. Ну, ты часть другой. Я очень много пишу. И мне очень много пишут. А технологически настолько сложнее было сделать текст, чем голос? Текст проще. Текст проще. Текст проще сделать. Просто это требует еще какого-то времени. И мы решили, давайте, вот уже у нас есть голос, он уже работает, давайте выйдем с голосом как можно быстрее. Смотри, в Вайбере с какого-то раннего момента появилось несколько довольно прогрессивных штук. Я имею в виду возможность делать, ну, стикеры. То есть... Не первые. Не первые? Нет. Все-таки стикеры – это очень азиатская история. И стикеры пришли оттуда, да, ко всем. Но вот, например, если взять тот же Телеграм, история со стикерами и Телеграмом, ну, это просто такая очень хайповая история. У вас стикеры были задолго. Задолго. Мы в целом были задолго. Ну, и вообще были задолго, да. Вторая штука – это возможность так или иначе как-то платить. То есть у вас была какая-то связка, как я понимаю, с Western Union. Это был какой-то небольшой палат, но на самом деле это как раз не работало. Это не та вещь, которая работала. То есть переводы денег внутри аппликации – это не то, что когда-то работало сильно. То, что да, работало у нас – это, например, возможность звонков на стационарные телефоны. Но это была же функция за деньги. Это функция за деньги, да. Сейчас мы к монетизации придем. И третья штука, она может быть и первая – это безопасность. Вот эта вот история с шифрованием, невозможностью получить доступ. Я помню, в одном из интервью я читал, что говорил, что если даже к нам придут какие-то спецслужбы, то мы не можем дать содержание, потому что у нас его нет. А можем дать только лист, с кем человек коммуницирует. Это было у нас с самого начала. И по техническим, и по нетехническим причинам мы никогда не хранили какое-то долгое время переписку у нас на серверах. Это все уходило, все было эфемерным. Собственно, из-за дороговизна серверов, я полагаю. Вот, да. Вот именно так, да. Поэтому все-таки пионерами тех, кто поставил безопасность как самое важное и самое основное, что есть в этой аппликации, это все-таки был Телеграм. Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что это, ну, просто вот как человек, который пользуется там разными мессенджерами, что это в значительной степени в головах, и это в значительной степени маркетинг, а не реальная безопасность. На данный момент да, потому что на данный момент функции безопасности примерно одинаковый у всех мессенджеров, которые сейчас существуют. На момент, когда безопасность еще в основном никому была особо не важна, и какие-то первые мессенджеры начали вводить шифрование, сквозное шифрование, когда кто-то, кто сидит в середине, включая самих операторов сервиса, не может знать, что происходит внутри сообщений, тогда только это начиналось. И большинство, большинство других мессенджеров тогда, в общем-то, были, думали, что да кому это надо. Меня скорее удивляет, что у вас часть этого функционала была, но в маркетинговых целях вы особо его не использовали. Мы пытались его использовать. Как только он у нас появился, мы пытались очень активно его использовать. Ну, вообще, в целом, мне не очень нравится маркетинг, который основан на страхе. А это чисто маркетинг на страхе. Это пугать, говорить, а вот зато у нас вас не будут читать. Ну, большой брат, феномен большого брата никто не отменял. То есть большой брат среди нас, он присутствует. Но большой брат, если мы смотрим на... Гоняется за нами. Если мы смотрим, по-моему, на то, как мы относились к нашему онлайн-имиджу, большой брат нас стал пугать где-то вот в районе, скажем, 2012-го, может, 13-го, когда вот начались все истории со Сноуденом. И вот все неожиданно мы все подумали, что нас всех слушают, нас всех читают. И, соответственно, нам это стало некомфортно. Могут, если захотят, я бы сказал. Могут, если захотят, да. Слушай, изначально вы этот продукт делали таким, ну, как бы, фри и некоммерческим. И готовы были, собственно, это терпеть какое-то время. Мы изначально рассчитывали, что основная функциональность аппликации, то есть возможность посылать сообщения, возможность делать звонки, она бесплатная, и она всегда останется бесплатной. И для того, чтобы компания держалась на плаву и была более привлекательной, мы будем потихоньку добавлять функционал, который будет платный для тех, кто хочет его использовать. Для вас идея была, опять же, привлекать больше пользователей, и за счет этого растить стоимость, да, а не зарабатывать вот на ходу, как говорится. Мы не торопились с монетизацией, да. Для этого же нужно было вкладывать свои. Да, безусловно. И много своих. Нигде я не видела, в одном месте только видела, что своих порядка 30 миллионов пришлось потратить. Порядка 50. Порядка 50. Да. И при этом никаких инвестиций. Да. То есть никаких вот сторонних фондов. Это была принципиальная какая-то позиция? Или просто были деньги и прекрасные? Просто были деньги и прекрасные на каком-то моменте. На тот момент, когда это стало уже совсем не принципиальной позицией нам захотелось внешних инвесторов и фондов, мы начали их искать. И, в общем-то, эти поиски закончились тем, что мы просто продали компанию. А почему так? Потому что пришел инвестор, который сказал, мне очень интересно это. Я бы хотел всю компанию. А вот просто пойти по стандартному пути, там, Сиквоя, Андрисен Хорвец. Мы по этому пути ходили. Но вот пока мы ходили по этому пути, пришел достаточно интересный инвестор. Японская компания Rakuten. И чем больше с нами знакомились, тем больше они хотели приобрести компанию. И на каком-то этапе мы решили, что... Да, возможно, это хороший вариант. Зачем вам понадобилась компания целиком? Они любят покупать компанию целиком. Они так работают. И они хотели и думали встроить Viber в какую-то линейку сервисов компании Rakuten для не японских пользователей. И, возможно, даже для японских пользователей. То есть это получается не продукт самооценен, да, как таковой, а его какие-то возможные приложения? Они хотели строить его в экосистему, да. Видели ценность и самого продукта, и ценность в продукте внутри их экосистемы. В результате в экосистему продукт так не особо и встроился, а продолжил бежать как отдельный продукт. Вот на уровне ваших внутренних дискуссий вы-то сами как видели будущее этого продукта, как мессенджеры, как мы видим сейчас, это экосистемы сами по себе. Есть WeChat, и, по-моему, WeChat уже тогда был. Тот же WhatsApp, хоть он и приобретен Facebook, он не стал частью... WhatsApp интегрировался в Facebook эту систему, да. Он не стал собственной экосистемой большой. Да, но вот Telegram, например... Telegram частично стал, да. Частично стал и пытался, так сказать, целую валюту там сгенерить. Немножко не получилось. Ну, вот там как бы сложно все сразу, это понятно. Я к чему? К тому, что мессенджер сам по себе может быть экосистемой, вокруг которой строится много чего. Мы пытались это выстраивать, но когда мы ушли из компании, как-то это немножко застопорилось. До продажи вы не думали, что вы хотите, ну, это как бы просто строить вот так? Ну, мировое господство, грубо говоря. Мировое господство нет. Нет, не особо, потому что очень трудно при таком уровне конкуренции, при таком делении иногда на географические рынки, очень трудно достичь мирового господства. То есть вы воспринимали себя как локальные люди. Понятно. Мы не локальные, мы всегда были, вайбер никогда не был локальным. Вайбер был очень международным продуктом. Просто были вот страны, где вайбер был силен. Силен. Да. И до сих пор так и остается. Основные страны-лидеры для вайбера были какие? Бывшие республики Советского Союза, Юго-Восточная Азия, арабские страны. Интересно, почему так? Вот это основные. Мы, у нас даже идей сильных нету, как это так произошло, потому что это абсолютно произошло независимо от нас. Это не то, что мы покупали рекламу в каких-то странах или рекламировались там больше. Мы никогда не покупали рекламу, мы нигде не рекламировались. И просто оно так произошло само. Я думаю, что это очень сильно происходит, очень сильно зависит. Учитывая то, что это звонки были, это очень сильно зависело от путей эмиграции людей. Это очень часто использовалось людьми, которые эмигрировали в другую страну и хотели звонить своим родственникам. Есть такой социальный эффект. Да. Как интересно. И вот поэтому это произошло, в том числе в странах, откуда мы знаем, что есть достаточно немалая эмиграция. И, соответственно, за счет второй ноги этой эмиграции это происходило и в тех странах, куда, собственно, эмигрировали люди из этих стран. Слушай, это очень неожиданное вообще способ распространения. Так это начиналось, и это совершенно не зависело от нас. То есть, если так маркетингово сказать, получилось, что эмигрантский мессенджер? Ну, в чем-то да. В начале да. Я эмигрировал в Америку и хочу поговорить с моей бабушкой. Я, наверное, не буду с ней переписываться. Скорее всего, я позвоню, да? Да, еще голосовые сообщения существуют. Голосовых сообщений тогда не существовало. Тогда они существовали только вот на автоответчиках, телефонах. Самая бесячая вещь в культурном коде. Просто кошмар. Кстати, вот интересная культурная особенность. Мессенджеры ведь в какой-то момент сформировали новую культуру общения. Звонить неприлично. Да. Торгаться в личное пространство человека. Если есть возможность, напиши. И в какой интересный момент это произошло? Я думаю, что в каждой стране по-своему. Это просто процесс, который продолжает происходить с того момента, как мессенджеры появились и до сих пор. Да, интересно, что люди в принципе-то стали меньше обращаться к тексту. То есть, например, заставить убедить детей. Менее употреблять литературу просто художественную. Да, убедить кого-то читать сложно. А при этом короткое сообщение, наоборот, такой бит информации через сообщение, наоборот, очень востребован. У нас появились еще несколько способов писать еще более короткие сообщения. Появились эмоотиконы, появились стикеры. Сейчас сообщение – это иногда вот несколько эмоций и все. Вот и все сообщение. Если вспомнить монетизацию, вот когда вы ее придумали, сколько в итоге Viber зарабатывал до того, как вы его продали? И достаточно ли этого было, чтобы его окупать? То есть была ли эта история? Нет, это было еще недостаточно, но это вот как-то уже туда начинало приближаться. То есть был вот продажа стикеров? Продажа стикеров, звонки, исходящие звонки, входящие звонки иногда. А входящие звонки были платные? Даже входящие звонки, да. Это и сейчас так же? Я не думаю, что сейчас это происходит. А тогда иногда это было очень хорошее решение, что мы просто могли... Входящий звонок, вместо того, чтобы направлять его на GSM-сеть, мы могли отправить его через Viber. Соответственно, это было гораздо дешевле. Вот ты сейчас смотришь за попытками, ну разными даже не попытками, а способами монетизировать другие мессенджеры? Наблюдаешь за ними? Только поскольку я пользуюсь этими мессенджерами. Это мы плавно подходим к теме рекламы в Телеграме, да? Да-да. Вообще, как ты считаешь, реклама в Телеграме и на самом деле в WhatsApp, как способ монетизации? И в Viber в том числе. Честно, мне не очень нравится. Мне нравится неназойливая реклама. Я считаю, что в Viber и монетизация сейчас не очень назойливая, но вот чуть немножко на грани. И в WhatsApp я еще не видел рекламы. Как пользователь я не вижу. Как пользователь, и я тоже в Телеграме еще нет. И нужно посмотреть. Но в Телеграме уже очень сильно готовятся к этому, конечно. Ну и там, я так понимаю, огромное количество уже ресурсов было потрачено на поддержание Телеграма. В принципе, я думаю, что в целом ничего плохого в этом нет. Я предпочитаю компании, у которых всем ясно, на чем они зарабатывают деньги. И значит, что они меньше будут искать обходных способов, как заработать деньги на тебе, без того, чтобы ты знал это. Например, продажи твоих данных. Например, продажи твоих данных, да. Мы остановились на подготовке сделки с Rakuten или Rakuten? Путь от нахождения стратегического инвестора до продажи компании занял, ну вот буквально, наверное, дней пять. Пять дней? То есть вы долго-долго искали инвестора? Нет, вот с того момента, как мы нашли Rakuten и начали активно с ними говорить, до того момента, когда из инвестиций это превратилось в покупку компании. Вот это очень быстро произошло. А вообще все-таки сначала речь шла о том, чтобы как-то... Да, сначала решила об инвестиции, да. Если можно, расскажи, как вы внутри пришли к этому, ну как бы к мнению, ну как вы с партнером. Я так понимаю, что у вас еще в компании работал вот один из членов семьи Шабтай, да? Да. Племянник главного Шабтая. Племянник. Офер Шабтай на тот момент, его зовут Офер, это очень хороший друг. Он на тот момент работал в основном в нашей старой компании Аймеш, но он, конечно же, был большая часть этого решения, как и все мы. Инвесторы, естественно, это большая часть всегда при принятии подобных решений. А, собственно, семья была основным инвестором? Да, он был еще и как представитель инвесторов, да. Ну и сели, и... Сели. И решили, что это замечательная возможность для того, чтобы заняться чем-то другим. В какой-то момент. То есть как бы бизнес сделан, то есть компанию сделали. И мысль была в чем? В том, что, ну, то есть таким образом ее можно передать просто кому-то другому? Мысль не была передать. Мысль была, что, возможно, нам будет интересно остаться еще, и мы не лимитировали себя ни в каких сроках, и продолжать развивать компанию. Что мы, в общем-то, и сделали, но не очень надолго. А сколько вы еще поработали? Где-то год, да? Я остался чуть побольше. Я где-то еще полтора года там был, да. Это условие было? Нет, нет. Это было на самом деле... Это не было условие покупки. То есть, в общем-то, мы могли на следующий день после продажи компании встать и уйти. Обычно, кстати, так не бывает. Обычно нужно там отрабатывать. Обычно вообще не так, да. Обычно так не бывает. Это был очень необычный в этом смысле случай. Но как-то так получилось, что наши японские друзья и партнеры почему-то не подумали об этом. Но мы тоже не считали возможным просто встать и все бросить и уйти. Это было неправильно. Сумма сделки составила 900 миллионов долларов. Буквально через месяц состоялась сделка по покупке WhatsApp и Facebook. Я так посмотрел... За гораздо более крупную сумму. За 19 миллиардов. Да. Но в пересчете на пользователя... В Израиле же принято все на душу населения считать. Потому что количество людей маленькое. То есть, в более выгодном сравнении является на душу населения. Но и здесь пользователь обошелся инвестору в 3 доллара, по-моему. А в WhatsApp в 33. Не поторопились ли вы? Нет. Нет, я до сих пор считаю, что мы все правильно сделали. Слушай, ну какая огромная разница? Это ни о чем не говорит. Это, возможно, говорит о том, что нам было бы гораздо сложнее, например, продать Viver после этого, потому что появился такой большой конкурент, а с Facebook никто не хочет особо конкурировать. И поэтому есть и плюсы, и минусы. То есть, в смысле, что инвесторы бы побоялись покупать, чтобы не конкурировать с Facebook? Возможно. Я думаю, что страх – это была основная причина покупки WhatsApp и Facebook. И продолжает быть, наверное… 19 миллиардов за страх? Да, конечно. Серьезно? Это для Facebook – это очень небольшая цена заплатить за этот страх. И за Instagram в том числе. А в чем страх? Страх в том, что молодая аудитория уходит с Facebook. То есть уже тогда… Или вообще аудитория уходит с Facebook. Конечно, это уже очень давно происходит. То есть нужно как бы разложить яйца в разные корзины? Facebook хеджирует себя в какой-то мере. Да, мне кажется, это достаточно правильная стратегия. То есть нужно все время искать какую-то следующую next big thing, куда утечет молодая аудитория? Сейчас она в TikTok утекает. С другой стороны, можно было бы предлагать инвесторам, вот посмотрите, Facebook купил вот за такую сумму, значит, мы стоим столько-то. Можно было, но это все гипотетические сценарии. И честно сказать, когда мы услышали про эту сделку, ни у кого из нас не было никаких грустных эмоций по этому поводу. То есть неужели не возникло… Нет, абсолютно. Мы все еще были уверены, и до сих пор уверены, что мы все сделали правильно. Для нас. Для нас это было правильное решение. Ну а в чем… Что это значит «для нас» именно правильное решение? Потому что это было вовремя для нас. Это была нормальная сумма. И все остальное – это только фантазия уже сейчас, на данный момент. Когда ты говоришь «вовремя», что это означает? Вот что значит «вовремя»? Ведь в принципе вы в десятом году создали компанию. Да. В четырнадцатом уже ее продали. Всего четыре года. Да, ну пять лет. Да, ну пять лет вложенные очень-очень активно в строительство этой компании привели нас к тому моменту, к которому, в общем-то, мы уже немножечко чуть подустали. Ну в смысле вы устали, у вас закончилась какая-то идея, что ли? Нет, идея осталась, мы просто устали заниматься тем же самым. То есть есть какая-то длительность, сколько ты можешь заниматься одним проектом? Ну никогда, это все зависит от проекта, конечно, но я думаю, что у любого человека, конечно, да. Конечно же, всегда интересно на каком-то этапе, когда ты чувствуешь, что в чем-то ты уже достиг какой-то точки, с которой можно уже начать какое-то следующее приключение, у нас это произошло, в общем-то. Мы все чувствовали, что мы можем начать какое-то следующее приключение. У вас было 300 миллионов пользователей? На тот момент чуть поменьше, да, ну где-то вот, где-то так, да. Ну то есть достаточное количество, чтобы начать. Часто, когда говорят про эту сделку, рассказывают, сколько получил инвестор Шабтай, что у него было 55%, говорят, сколько твой партнер получил, никогда не фигурируешь ты. А сколько говорят, что мой партнер получил, мне интересно, потому что все, я сразу скажу, что практически все цифры, все номера, они абсолютно не имеют никакого отношения к реальному. Около 12%. Около 12%. И была еще какая-то американская компания какая-то, тоже фигурирует, что у нее тоже около 11%. Но это инвесторы. Это другие какие-то инвесторы. Так сколько же ты получил? И сколько на самом деле? Чуть меньше, чем мой партнер, скажем так. То есть твоя доля была где-то около 10%? Меньше. Чуть меньше. В районе между 5 и 10. Между 5 и 10. И это была доля, которую, собственно, при создании компании ты получил как свой вклад, как сетё. И при создании компании, и потом еще дополнительно при ее продаже какие-то дополнительные бонусы были. Как вообще формируется, какой размер доли будет у кого, когда нет венчурных инвесторов? Там, понятно, есть некая стандартная процедура, у кого сколько размывается, кто там. Вот как происходит в таких случаях? Очень по-разному. Процесс договоренности. Очень по-разному. Именно происходит как процесс договоренности. Но у нас все равно при этом. Даже у компаний, у которых нет венчурных инвесторов, все равно есть то, что называется каптейбл. То есть есть акции, даже если это частная компания, и все равно они кому-то принадлежат. Как и в нашем числе, в нашей предыдущей компании, они как-то между нами были распределены. В случае Viber, учитывая то, что некоторые из нас работали там больше, это распределение немного поменялось в нашу пользу. Но в целом где-то так и осталось. В смысле? Не совсем понятно. Так как Viber был спин-оффом нашей предыдущей компании, то в общем-то и список инвесторов и каптейбл, он был переписан с нашей предыдущей компанией. А, то есть ты был партнером в iMesh? Да, и соответственно это все перешло. Все, у кого были доли в iMesh, получили соответственно доли в Viber. Ну поскольку ты больше работал в Viber, то чуть-чуть увеличилась.